Как выбрать имплантационную систему? Это стоматолог. Этот врач занимается хирургической частью, то есть непосредственно установкой имплантата. Второй врач – это стоматолог-ортопед, который потом этот имплантат протезирует и фиксирует коронку. Но есть еще третий человек, с которым пациенты обычно не контактируют. Этот специалист называется «Зубной техник». И «Зубной техник» изготавливает для ортопеда саму коронку. Так как же выбрать команду? Можно сказать, что команда врачей и техника должны понимать друг друга, должны много учиться, много заниматься имплантацией. То есть у них должны быть много работ, которые они вместе сделали и получили хорошие результаты. Второй вопрос – почему мы работаем вот этими системами, которые используются в нашей клинике? В нашей клинике мы работаем пока двумя имплантационными системами. Это имплантационная система «Neobiotec» производства Южной Кореи. И также имплантаты «Штрауна» – это производство в Швейцарии. Но сейчас мы рассматриваем еще одну имплантационную систему. Она недавно начала входить в группу компании «Штрауна». «Штрауна» – это у нас самый крупный бренд по имплантационным системам. Это французская система «Антажир». Мы очень долго ждали, когда же она выйдет нормально на наш рынок. Вот она вышла, и поэтому мы скоро будем ее использовать. Почему мы выбрали именно эти системы? Во-первых, эти системы с мировым именем. То есть они распространены во всем мире. И в Америке, и в Южной, и в Северной, и в Азии, и в Европе, и в нашей стране. Это первый момент. Второй момент – что эти имплантационные системы имеют свои институты исследовательские. То есть они много своих ресурсов тратят именно в улучшение изучения своей продукции. Есть определенная система, которая просто копирует какую-то систему и на заводе каком-то не своем эти имплантаты изготавливают. Также эти системы вообще уже давно на мировом рынке. Компания Neobiotec, она с 2000 года, то есть уже 20 лет. Ею занимаются стоматологи. Компания Штравланд, она вообще один из первопроходцев в мире имплантологии. В чем плюсы для врача и в чем плюсы для пациента в этих системах? Ну, для врача один из наиболее важных плюсов – это удобство работы, то есть простота. Простота работы, с помощью которой можно получить хорошие результаты. Эти системы довольно-таки хорошие, у нас по ним никаких нареканий нет. Они показывают хорошие отдаленные результаты. То есть, ну, эти результаты можно отследить на протяжении десятилетий. Также, что немаловажно, это сервис. Сервис, сервис дилеров, то есть нужно, чтобы в наличии и его могли привезти в клинику в этот же день, либо на следующий. Это очень большой плюс. Что же касается плюсов для пациентов? Ну, плюс для пациентов, он перетекает из плюса врачебного. То есть, для нас важны хорошие, стабильные результаты на протяжении десятилетий. А для пациентов, соответственно, чтобы у них не возникало никаких проблем. То есть, те же там 10, 15, 20 лет. Ну, вот я думаю, для пациентов это, наверное, самый главный момент. Также вопрос есть такой, почему хорошая имплантационная система не может стоить дешево? Вы наверняка видели по городу, в интернете, бывают баннеры, где имплантация, такую-то сумму. А врачи смотрят на эту рекламу и думают, а как же так? Почему такая низкая цена? В чем подвох? Ну, во-первых, подвох может быть в чем? Может быть в докторе, который занимается установкой или протезированием этих имплантатов. Если у доктора мало опыта, то он за свои услуги не будет брать дорого. Так как мы постоянно на протяжении всей нашей жизни обучаемся, вкладываем большие ресурсы для получения новых знаний, для оттачивания технологий, поэтому, соответственно, цена будет повыше, чем у вчерашнего студента. Также такой момент может быть, что цены указываются чисто за установку имплантата или чисто за имплантат. Баннер голосит одну цену, вы приходите на консультацию, и там начинается добавление многих позиций в конечную стоимость. То есть это может быть анестезия, наложение швов, какие-то осмотры, они не входят в эту стоимость. И в итоге часто получается так, что финальная стоимость, она выше, чем в клинике среднего класса. Также на некоторых баннерах указывается какая-то очень низкая цена за имплантацию под ключ, то есть имплантация с протезированием. Причем это могут быть даже имплантаты, относящиеся к премиальному сегменту. Возникает вопрос, отчего такая стоимость у врачей. Я как врач, я думаю, почему же так дешево, где подвох? А подвох обычно заключается в том, что используются неоригинальные ортопедические компоненты. Есть часть такая, протетического элемента, это называется абатмент, либо титановое основание. Если она оригинальная, фабричное изготовление, то допуски будут минимальными. То есть зазор между имплантатом и этим элементом, его практически не будет. А если же используются копии какие-то или реплики, есть некоторые фрезерные центры, которые фрезеруют дешевые компоненты, то там допуски соблюдаются не так хорошо, как на заводе. И поэтому вот эти зазоры, они будут больше. Также могут быть отличия неоригинальных компонентов от оригинальных. Это в самих сплавах. То есть сплав металла, из которого делается этот компонент. Если он дешевый, то сплав будет не очень хороший, он будет либо очень хрупкий, либо очень мягкий. Иногда ко мне приходят пациенты из других клиник, у которых коронка выпала, винт сломался и он остался внутри имплантата. И чтобы сохранить имплантат, приходится тратить очень много времени на доставание этого винта. Мы в своей практике не используем такие варианты. Мы не экономим. Мы используем только оригинальные компоненты. Нам нужно хорошее качество получить. И какая-то экономия незначительная на вот этих элементах, она может в дальнейшем привести к очень большим проблемам. Ну, в принципе, вопросы, которые наиболее часто нам задавали, я постарался сегодня осветить. Ждем новых вопросов. До свидания. Продолжение следует...